В эфире проект 24 вопроса в студии Андрей Кривошеев. Здравствуйте. Медленное, но уверенное потепление отношений Беларуси и Запада, Евросоюза и США реанимировало многие геополитические форматы. Можно ли считать это случайностью? Какую роль играет Беларусь сегодня в общеевропейской политике и системе безопасности? Какие мифы о нашей стране развеиваются после первого же посещения? И надолго ли сохранится открытый и доверительный формат отношений и диалога? Об этом и не только поговорим. Сегодня у нас в студии политик-общественный деятель депутат Вадим Девятовский и его коллега из Армении, член ПАСИИ Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств Тигран Уриханян. Здравствуйте, господа. Рад приветствовать вас в студии проекта «24 вопроса». Редкая, практически уникальная возможность. У нас парламентарий, эксперт из нашей дружественной союзной Армении. Ну и сразу вопрос, поскольку вы представляете несколько парламентских площадок. Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств, Парламентская Ассамблея Совета Европы. То есть те структуры, которые сейчас, ну внешне так кажется, находятся в жестком конфликте и противостоянии. По крайней мере депутаты, которые представляют Россию и Восточный блок, и Евросоюз и Западный блок. На самом деле ощущается внутри этих площадок такое некое новое состояние холодной войны. Или это все наши журналистские домыслы. Любая международная площадка, международный формат взаимодействия с иностранными коллегами, это возможность продвижения интересов собственного государства, интересов собственного народа. И, естественно, в формате взаимосотрудничества и взаимодействия с дружественными государствами, с партнерами, с союзниками и так далее. Распределяя соответствующие направления, можно добиться максимального успеха на той же международной арене, нежели отстраняясь. Но противостояние-то есть или это так? Что касается позиции республики Армения, это мое личное очень глубокое убеждение. Наши внешнеполитические векторы могут быть взаимодополняемы. Ну вот смотрите, какой парадокс. После минского формата, или нормандского минского формата, совпадение ли или не совпадение, сюда, в Минск, в Беларусь зачастили представителей и парламентской ассамблеи Совета Европы, господин Регони, докладчик по политическим вопросам, и различные представители банковских, международных, прочих структур Европейского Союза. До этого ограничивали себя в визитах. Это что такое, внезапное прозрение уж, извините за этот сленг? Или просто два лидера Германии и Франции приехали, посмотрели, в Беларуси бояться нечего, открыли двери? Республика Беларусь строит, укрепляет свою государственность, обеспечивает благополучие населения страны, своего народа. Все больше и больше открывает двери, в буквальном и в переносном смысле, для граждан других государств. Открывается для взаимодействия и взаимосотрудничества практически по всем направлениям. И это заметно. Может быть, в определенный момент этого было недостаточно, но интенсивный темп продвижения очевиден и заметен. На ближайшей сессии, которая начнется 20 апреля в Парламентской ассамблее Совета Европы, я пока не ознакомился, не знаю, что будет обсуждаться, и что конкретно имеется в виду под формулировкой ситуации в Беларуси. Но то, что будет высказана, представлена объективная ситуация, объективная позиция, это однозначно. Я думаю, просто надо больше говорить, больше показывать. Было бы интересно, если бы все, кто рассуждает публично о Беларуси, хотя бы раз побывали в Беларуси. Я думаю, это бы заметно изменило тональность. Конечно, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Есть ряд депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые много и охотно высказываются о Беларуси, но, увы, ни разу у нас не были. Это вот расстраивает очень часто. Понимаете, у Беларуси очень долгая и, с другой стороны, сложная история отношений с Парламентской ассамблеей. В 1993-м мы были специальными приглашенными, спустя три года после того, как у нас прошло референдум, в 1996-м году, который, в частности, закрепил применение смертной казни в Беларуси, Парламентская ассамблея разорвала отношения с Беларусью, отменила статус специального приглашенного. После этого, практически, 20 лет, ситуация дискутируется, дебатируется, но не продвигается. Вы могли бы сказать, инсайдерская информация, как нас воспринимают в ПАСЕ? Мы такие странные, не такие, как все? Что касается гуманизма и проявления абсолютной справедливости с высокой европейской площадки, я хочу особо отметить, что я не имею личное, не имею ничего против. Я считаю, что мы должны быть абсолютно открыты для сотрудничества и взаимодействия с европейскими государствами, с Союзом Европы и в формате Совета Европы, в свою очередь. Мы готовы перенять все то положительное, что может нам предоставить Европа и довести до уровня европейских стандартов все те структуры, инфраструктуры, которые нуждаются в этом совершенствовании. Два формата есть таких наднациональных, геополитических, которые часто сталкивают. Ну и в том числе мои коллеги-журналисты, политики, дипломаты. С одной стороны, Восточное партнерство Беларусь-Армения, члены Восточного партнерства. С другой стороны, наш совершенно свежий интеграционный проект Евразийский экономический союз. С 1 января и Беларусь, и Армения – полноправные союзники, члены этой интеграционной структуры объединения. Здесь есть противоречия для Армении, для Беларуси? В современном мире, особенно относительно стран постсоветского пространства, я не представляю абсолютно обособленную деятельность, не участие в разнообразных, в различных интеграционных проектах. Евразийский экономический союз – несколько видоизмененный уже формат взаимодействия в экономической сфере для Республики Армения. Это возможность взаимодействия с зоной ответственности данного союза, на котором расположена практически самая большая железнодорожная ветвь, порядка 172, если я не ошибаюсь, тысяч километров, присоединение к которому армянские железные дороги практически выведет страну из материковой блокады. С европейскими государствами, отдельно взятыми, и союзом Европы у Армении, тоже налаженные, довольно-таки большие, кстати, качественно отличающиеся от экономического взаимодействия торговых оборотов, которые у нас имеются со странами Евразийского экономического союза. Ну, я надеюсь, что в ближайшем будущем, в новом уже, в качественно новом формате будет и качественно новые товарообороты, и по объему, и по всему остальному отличающиеся, выгодные. В последнее время Южный Кавказ все чаще вспоминает в связи с такой угрозой, как исламское государство. Вы граничите с Ираном, с Турцией, страны, которые, ну, уже практически напрямую вовлечены в противостояние с этой организацией, группировкой. Скажите, насколько это опасно? Ведь нам важно, чтобы Армения, как союзник, была спокойным, стабильным государством. Это миф о том, что угроза исламского государства через Армению может как-то распространиться на Южном Кавказе? Вопрос довольно-таки острый, поэтому позвольте очень коротко и очень конкретно. Да, это миф. Не тот менталитет, не те пристрастия, извините за слово, не те убеждения, не та направленность в нашей деятельности, чтобы такое могло иметь место. Я говорю именно об Армении, как о возможности трансфера для подобного явления. Этого не может быть. Я не к тому, что через Армению. Пока существует республика Армения. Пока существует миролюбивый армянский народ, предрасположенный к добрососедским взаимоотношениям, в том числе и со сложными, трудными соседями. Что касается соседства с Исламской республикой Иран, у нас поставлены на хорошем моральном уровне взаимоотношения. Мы стремимся к тому, чтобы наше экономическое взаимодействие соответствовало этому уровню. Я очень надеюсь, что в Иране все будет хорошо, все будет предсказуемо, и стабильности в регионе угрожать ничего не будет. В Беларуси, кстати, тоже прекрасные отношения и с Ираном, и с Турцией. Но я к тому, что Иран и Турция уже напрямую сталкиваются с деятельностью опаснейшей, как говорят в Соединенных Штатах, главной угрозой мировой террористической на сегодняшний день исламским государством. Я не говорю о том, что Армения, или Иран, или Турция могут не справиться. Но опасность-то исходится. Я не успел просто продолжить. Я очень надеюсь, что в Иране все будет так, как следует, и стабильности в регионе и в мире ничего угрожать не будет. Но, тем не менее, это то государство, да, именно так, на территории которого и в сути которого переплетаются многочисленные интересы сверхдержав, международных, межгосударственных объединений. Я себе позволю это выражение, несколько нечестное проявление конкретных финансовых, стратегических интересов. Таков мир. Вот так лаконично, это угроза для ОДКБ и наших союзных отношений в рамках Евразийского экономического союза? Или пока нам стоит сосредоточиться, имея, конечно, это в виду, на украинской проблеме? В любом случае, все то, что порождается с нечестными, с негуманными побуждениями, это угроза человечеству. В любом случае. Я не хочу брать на себя ответственность за однозначную оценку, но, тем не менее, происходит то, что происходит. То, что происходит, это плохо. И я бы очень хотел, чтобы виноваты в том, что происходит, их нужно обязательно довести до пресечения деятельностей. Как? Я думаю, мировое сообщество должно об этом задуматься. Возвращаясь к Минской площадке, у дипломатов есть такая фраза «Успех в переговорах порождает успех». Буквально новость нескольких дней назад. Белорусская страна готова принять у себя конференцию по Нагорному Карабаху, заявил министр на странах дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. То есть Минская группа, как раз призванная решить проблему Нагорного Карабаха. Ну и еще одна цитата. Я бы хотел подтвердить нашу готовность принять мирные переговоры по Нагорному Карабаху. Если необходимо, мы могли бы даже обеспечить место проведения для финальной стадии переговорного процесса по выработке исчерпывающего мирного соглашения. Тоже Владимир Макей, министр на странах дел Белоруссии. На ваш взгляд, в этом случае успех одной Минской площадки будет способствовать успеху другой? Лично мое мнение, это предложение, конечно же, достойно рассмотрения. Не только рассмотрения, но и продвижения в сторону реализации. Я более чем уверен, что взаимопонимание в данном формате будет достигнуто гораздо проще, гораздо легче и лучше, нежели в других. Может быть, кто-то в стране со мной не согласится, но подчеркну это мое личное мнение. Рано или поздно вопрос обязан решиться мирным путем. То, что происходило, к примеру, летом прошлого года, да и, впрочем, на протяжении всего года, в принципе, постоянно с перманентными гиперактивациями на Азербайджанно-Карабахской границе, нередко на армяно-азербайджанской границе, постоянные атаки, действия снайперов, каждая дневная гибель, молодых ребят, которые просто стоят на страже мира и стабильности, мирного неба в своем государстве. Это недопустимо. С этим надо прекращать. Но мы уже видели, да, по украинской ситуации, что такие конфликты очень часто перерастают в полномасштабные боевые действия, увы. И таких горячих точек на пространстве Содружества независимого государства, к сожалению, не хватает. Конкретно на Ваш вопрос. Минская группа – это, конечно, формат. Это формат, на протяжении многих лет доказавший существование своей целесообразности. Но к этому надо добавить. Надо идти вперед. В Армении есть атомная станция. Очень много вокруг нее ходит разговоров, поскольку 2016 год завершался срок ее эксплуатации еще с советских времен. Но сейчас идет модернизация. Беларусь строит атомную станцию. Знаете, после трагедии на Фукусиме многие заговорили о том, что ядерная атомная энергетика уже себя отжили, надо что-то другое искать. У Беларуси и Армении, насколько я понимаю, другая позиция. Почему? Заговорили не многие, а те, кому почему-то становится очень неуютно, когда ряд государств, ряд стран идут по пути обеспечения. Энергетически независимы. Хотя данный вопрос регулируется многочисленными международными соглашениями, конвенциями, международной определенной организацией общеизвестной за рамки деятельности, которой никто не может и не собирается выходить. То есть, в принципе, с этим все ясно. Но почему-то не всем хочется, чтобы верные отключения, как, например, в Украине, не преследовали людей в зависимости от политических колебаний. Конъюнктуры. В конце программы мы обычно так, о перспективах. Самый, наверное, переключающий вопрос все-таки Евразийский экономический союз. Каковы его перспективы? Перспективы – это, конечно же, наращивание внутренних оборотов, это стабильность, это, конечно же, процветание и благополучие. Это краткосрочная перспектива? Год, два, три? Или все-таки нужно готовить и себя, и общественное мнение к тому, что это будет тянуться до 2025 года? Лично я являюсь одним из тех людей, которые изначально были убежденными сторонниками этой интеграции, конкретно данной интеграции, сплочения тех государств, на территории которых проживают братские народы. Естественно, должно быть стремление к долгосрочной перспективе. Конечно же, это фундамент, это всего лишь фундамент, это основа, на котором должно строиться громадное, мощное и непоколедимое здание товарищества, дружбы, братства, благосостояния и процветания наших стран и народов.